добрый день дорогие зрители меня зовут максим я специалист по озеленению компании альтфлора мы продолжаем цикл видео об уходе за плодовым садом сегодня поговорим о мероприятиях как в плодовом саду который надо провести осенью кажется что с наступлением осени самая горячая пора в плодовом саду проходит и можно расслабиться отдохнуть на самом деле осень очень важное время в уходе за плодовыми деревьями и кустарниками потому что именно осенью они готовятся к зимовке и от того насколько качественно эта подготовка произойдет зависит как наши любимые деревья кустарники перезимуют и какой урожай они дадут нам на следующий год первые мероприятия по уходу за плодовым садом осенью который мы проводим это подкормка плодовых деревьев и кустарников дело в том что для подготовки к зиме растениям все равно нужны питательные вещества без них не сможет произойти произойти полноценная подготовка растений к зимовке они могут подмерзнуть основное отличие от летней и весенней подкормки заключается в том что в удобрениях должно быть минимальное содержание азота поэтому для осенней подкормки в магазине выбираем какие-нибудь комплексные минеральные удобрения в названии которых присутствуют слова осень осенние какие-то такие ну например ому осенние или фертика осень мы в своей работе используем более дешевые практичные удобрения в которых вообще нет азота для осенней подкормки это барафоска в одном из предыдущих видео я об этом рассказывал в этом же видео можете посмотреть о том как оптимально подкармливать растения тут между осенней подкормкой и подкормкой весной и летом никаких различий нет что касается органических удобрений которые многие любят вносить под осень особенно под большие какие-то деревья например яблони то есть там навоз компост и тому подобное в них довольно много содержится азота поэтому я рекомендую эти удобрения вносить поздней осенью так чтобы они заработали уже весной ну для подмосковья поздней осенью это я подразумеваю вторую половину октября когда уже земля подмерзнет в противном случае вы если внесет очень рано тот же навоз под яблони можете спровоцировать активный рост и растение у вас будут хуже зимовать поэтому для осенней подкормки как я уже сказал используем комплексные минеральные удобрения с пометкой осень или просто с минимальным содержанием азота оптимальные сроки для проведения осенней подкормки как я уже сказал это середина августа но в принципе можно продлить этот срок до 15 сентября почему именно в это время подкормки которые вы будете проводить позже просто-напросто не дойдут по большей части для до растений потому что в это время они уже начнут уходить в покой земля будет подмерзать и соответственно питательные вещества до растений дойдут эффективность осенней подкормки снизится так что старайтесь вот подкармливать с середины августа до середины сентября провести вот эту осеннюю подкормку старайтесь в это время в начале сентября наступает время первых обрезок в плодовом саду раньше всего даже иногда в конце лета мы начинаем обрезку малины чуть позже ежевики дело в том что у этих кустарников обрезку желательно начинать как только собрали урожай чтобы предотвратить распространение вредителей потому что они в это время уже начинают уходить уходить в почву а если мы вовремя проведем обрезку вот сразу после сбора урожая мы предотвратим их уход на зимовку этих вредителей и вместе с ветками их вынесем сожжем таким образом у нас на следующий год будет гораздо меньше каких-то вредителей на малине ну а дальше где-то уже середины сентября приходит время для обрезки многих кустарников в саду вот сейчас у нас самый-самый конец сентября и можете увидеть что уже многие кусты того же крыжовника практически полностью облетели и можно заняться их обрезкой то же самое можно сказать о черной смородине по большей части она уже готова к обрезке а вот самородину красную нужно обрезать чуть позже причем лучше всего делать все обрезку всех кустарников малины ежевики крыжовника смородины красный черный именно осенью поскольку весной у нас для этого остается очень мало времени старайтесь обрезать все осенью это самое лучшее время ну а уже где-то в середине октября плюс минус пять десять дней в москве наступает в подмосковье наступает оптимальное время для обрезки плодовых деревьев прежде всего семечковых яблоней груш что касается косточковых культур особенно теплолюбивых таких как черешня абрикос то их обрезку лучше отложить до весны в принципе вот сливу вишню обрезать осенью можно но по моему опыту из-за этого часто наблюдается камень детечения лучше все-таки отложить обрезку всех косточковых культур на весну семечковые я говорю яблони и груши можно обрезать и осенью если у вас например очень много деревьев то желательно распределить эти обрезки на осень весну чтобы не перегрузить себя работой той же весной до горячей порой успеть все это сделать а если деревьев мало в принципе большой разницы нет можете обрезать осенью можете весной ну и конечно же осенью необходимо провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей оптимальное для этого время когда сразу после обрезки вот как только вы обрезали листьев по большей части уже нет на деревьях кустарниках следует провести опрыскивание ну какие препараты нужно использовать для осеннего опрыскивания конечно же контактные поскольку как я уже сказал листьев нет и от системных препаратов более дорогих никакого прока не будет лучше сработают старые проверенные контактные препараты это прежде всего медный купорос или железный купорос кстати говоря железный купорос лучше использовать именно осенью а не весной кроме того можете использовать такие препараты как бардожскую смесь или хом но на мой взгляд все-таки эффективнее будет обработка медным или железным купоросом в борьбе с вредителями и болезнями также важную роль играют и профилактические мероприятия не связаны с опрыскиванием это прежде всего уборка как только у нас начался листопад желательно но приехали на свой участок и желательно проводить уже уборку листвы под деревьями кустарниками из-под плодовых растений из под ягодок кустарников все листву лучше все убирать собирать почему ну потому что в ней сохраняются болезни могут зимовать вредители и таким образом своевременная уборка способствует снижению численности опасных болезней и вредителей вы таким образом защитить растение все это достаточно несложно если не уберете листву осенью вы все вам все равно придется убирать ее весной поэтому не затягивайте с этим убирайте причем рекомендую делать это регулярно как только листопад начался чтобы листьев не скапливалось слишком много и вы не усложняли себе жизнь помимо уборки листвы под уборка я еще подразумеваю обязательно снять всяких мумифицированных плодов то есть весь урожай ягод и тех же яблок груш слив вишни желательно с дерева снять даже если это уже какие-то плоды гнилые больные все это надо снять убрать сложить куда-то в компост или сжечь вот или вывести куда-то подальше от своего сада то есть избавиться от этого все это тоже источник опасных инфекций ну и вторая половина октября оптимальное время для проведения побелки это мероприятие позволяет прежде всего снизить вероятность солнечных ожогов которые очень часто в нашем регионе случаются в конце зимы и ранней весной и вот чтобы этого не было нужно побелить деревья осенью именно во второй половине осени когда уже большая часть листьев опадет я рекомендую делать это после обрезки если вы проводите осеннюю обрезку поскольку если вы сделаете это раньше то во время обрезки часть побелки у вас может в процессе работы с коры быть снята и эффективность беления снизится про то как проводить побелку можете прочитать на нашем сайте в одной из статей altflora.ru в разделе статьи там все это подробно описано напомню лишь что белить имеет смысл какие-то молодые деревья с гладкой корой а вот такие уже старые деревья с какой-то потрескавшийся отслаивающийся корой белить можно не белить исключительно это если делаете то в каких-то декоративных целях ну и в таком случае можно конечно проведите провозить эту побелку и весной а вот остальные молодые деревья чтобы побелка дала какой-то результат белить нужно запомнить именно осенью не весной весной это можно все поправить только для красоты а так нужно провести побелку осенью ну и говоря по белке нельзя упомянуть о таком еще полезным на мой взгляд мероприятие как зачистка коры для молодых деревьев это конечно не столь актуально хотя там тоже можно снять мхи лишайники с коры а для старых вот таких деревьев это очень актуальное мероприятие о том как она проводится мы тоже рассказывали в одном из видео можете почитать статью на нашем сайте ну в принципе напомню просто используются какие-то металлические щетки шпатели и мы вот так вот аккуратненько зачищаем кору во всех местах до куда сможем дотянуться и на что хватит сил таким же образом вот мхи лишайники с ними мы отслаивающийся кору зачистка коры и мероприятие не очень популярны его часто игнорируют но на самом деле она позволяет достичь достаточно хороших результатов во первых улучшится внешний вид дерево она как бы омолодится станет симпатичнее во вторых вы сможете подготовить дерево к побелке вот поэтому лучше проводить эту зачистку до побелки у вас уйдет меньше побелки или краски при белении сможете быстрее побелить вот то есть это как подготовительное мероприятие к белению тоже очень важная зачистка коры ну и кроме того удастся избавиться от части вредителей которые могут зимовать складках коры от каких-то возбудителей болезней и пока вы будете проводить зачистку сможете внимательно осмотреть все дерево на предмет наличия каких-то повреждений морозобоин ран каких-то очагов развития болезней и естественно что тоже входит в список осенних мероприятий по уходу засадам эти раны можно будет залечить дупло запломбировать то есть зачистка коры это такое очень полезное мероприятие которое предшествует многим другим побелки лечению ран заделки дупел ну и конечно же осенью желательно провести влагозарядный полив я рассказывал подробно о нем в одном из предыдущих видео в московской области лучшее время для его проведения середина октября но можно и несколько раньше и неважно было ли лето засушливым обильные ли не обильные осенью осадки влагозарядный полив в определенном объеме будет полезен для растений позволит им лучше подготовиться к зиме особенно каким-то теплолюбимым культурам и культурам с неглубокой корневой системой ну и наконец уже во второй половине осени конце октября даже начале ноября самое время провести непосредственную подготовку растений к зиме под этим я подразумеваю какие-то мероприятия которые позволят защитить растения от поломки снегом и обеспечить их укрытие но прежде всего нужно связать кусты смородины крыжовника снять с опор малину ежевику виноград уложить прикрыть их те растения для которых это рекомендовано можно провести укрытие какими-то специальными материалами далее очень важно еще если у вас в саду есть какие-то молодые саженцы и сад находится недалеко от лесных массивов очень важно защитить растения от грызунов зайцев если у кого-то был такой опыт то наверное знаете что зимой особенный в какие-то холодные зимы когда недостаток есть корма зайцы выбираются к дачам каким-то жилищем человеческим и могут сильно обгрызать кору с молодых деревьев или полностью даже обгрызать какие-то саженцы но о том как защитить их на растение вот от грызунов и зайцев отдельно его какого-то рассказа я вести не буду ну наверное знаете можно использовать лапник заворачивать стволы нетканым материалом или какие-то устанавливать специальные решетки которые не позволят зайцам подобраться близко к дереву ну естественно какие-то теплолюбивые культуры как я уже упомянул нужно укрыть те у которых может подмерзать корневая система необходимо утеплить приствольный круг чтобы она не подмерзла ну вот такие основные мероприятия по подготовке растений непосредственной подготовки растений к зиме на этом сегодня все напоминаю что с вами был максим и мы выкладываем очень много интересного видео по теме ухода за плодовым садом какого-то садового инструмента рассказываем об озеленении благоустройстве подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии читать интересные статьи на нашем сайте задавайте вопросы до новых встреч пока